Всем привет, с вами Настя. И Рафаэль и это новость вне эфира, где мы обсуждаем интересные истории, забавные факты и курьезные случаи. Сегодня у нас прям-таки осенний выпуск. Тыквы, черные котики. Да, идем в ногу со временем, временем года. Погнали! Американец Стив Куэнни удалил мякоти с тыквы весом в 550 кило, чтобы отправиться в плавание. Да, он начал сплав по реке в тыкве. Выплыл из Канзас-Сити в 7.30 и к 6 вечера уже был в Миссури. Стив остался доволен своим путешествием, хотя в тыкве ему было холодно и мокро, а сам заплыв оказался изнурительным. Теперь Куэнни претендует на мировой рекорд по самому продолжительному путешествию на овощной лодке. Прикинь, сплав по Москве-реке на огромном кабачке. Ну, кабачковое безумие-то вроде уже закончилось, началось яблочное. Плод с двумя огромными мешками яблок. Иди ко дну оригинальную. Это мой девиз по жизни. Житель Калифорнии выиграл в лотерею Powerball 1 миллиард 765 тысяч долларов. Это второй по величине приз в истории США. Победителю предложили в некотором роде выбор между двумя стульями. Получать сумму постепенно в течение 29 лет или же заменить ее на единовременную выплату в 774 миллиона долларов. Ничего себе! Между двумя стульями. На одном стуле 29 лет безбедной жизни, а на другом, ну, в общем, примерно то же самое. Ну, а ты бы, Настя, на что потратила такую сумму? Ну, конечно, на новые лотерейные билетики. Ну, и на всякую фигню с маркетплейсов. Московские пожарные взяли к себе в отряд найденного на улице котенка. Они возвращались с профилактических мероприятий, когда заметили малыша с раненой лапкой на проезжей части. Заместитель начальника отряда Роман Кирсанов отвез котика к ветеринару, где оказалось, что это очень даже кошечка. Полуторамесячного котенка, скорее всего, сбила машина. Кошечке провели операцию, и теперь она живет в пункте связи. За окрас она получила гордое имя Багира. Настя, а ты знала, что у Киплинга в книге джунглей Багира был мальчиком, а не девочкой? Это наши переводчики уж нашаманили. Это точно. В относительно недавнем фильме книга джунглей пол неожиданно сменила удавка, остав женщиной. В интересное время живем. Это точно. Верните неинтересное. Авиакомпания Japan Airlines добавила в расписание дополнительный рейс, когда выяснилось, что на соревнования из Токио собирается лететь большая группа борцов сумо. Дело, как вы догадались, не в привилегированности спортсменов. Вот смотри, Настя, каждый сумоист весит около 120 килограммов. Оба самолета Boeing 737-800 вмещают 165 пассажиров обычного веса. Из-за этого авиакомпания добавила специальный рейс, чтобы рассредоточить количество пассажиров. Ну да, если рядом с тобой летит борец сумо, ты вряд ли станешь с ним ругаться, что тебе как-то неудобненько. Мне кажется, даже дети перестанут истерить так, на всякий случай. Просто идеальный полет. Ну, если самолет взлетит, конечно. В Британии кошка попала в Книгу рекордов Гиннесса за самое громкое в мире мурлыканье. Громкость 14-летней Беллы измерили в домашних условиях. Кошку покормили, уложили на подушку в метре от высокочувствительного микрофона и начали гладить. Измерительный прибор показал 54 и 59 дБ. Такая же громкость у кипящего чайника или работающей стиральной машины. Не хотел бы я оказаться возле Беллы, когда у нее начинается брачный период. Да, так и оглохнуть можно. И это были все новости вне эфира на сегодня. С вами, как всегда, были Настя и Рафаэль. Увидимся. Пока. Рафаэль.